идущий на профит привет у тебя привет друзья дамы господа рад вас всех видеть лайки подписочки колокольчики нажимаем 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 начинаем это обязательно нажимать дожимать и прожимать прямо сейчас перед началом видео нажмите как опа 17 ноября сегодня давайте смотреть у нас биток ходить прикол смотрите вчера короче ну как вчера 15 два дня назад выложил фрактальчик вот интересно такой фрактальчик можно назвать смотрите его сделай априсе у кого увидите можете смело давать кулаком по лицу специально посмотрел весь интернет загрузил в квантовый компьютер чтобы не было ни у кого похожего то дело похоже реально какая-то напасть нам через неделю шиллеров американском 100 500 и 600 тысяч человеку короче прикол выложил фрактал такой и вчера отчета листаю случайный и от 16 ноября то есть у меня выложен 15 а 16 у кима на 50000 подписано вообще-то тут падение типа 6000 ладно не будем засчитывать ладно не спите но его заметьте ну прям идентично то есть также отмечена траектория чуть изменена и взят на углу ваще капец 50 тысяч подписчиков и у меня там в телеге 1600 вот так вот и создается контент те у кого идеи закончились у молодых и перспективных авторов которые мало кто знает в силу андеграуда visit континент качественный ладно давайте смотреть у нас по битку шутки в сторону чем начать альткоин маркет кап конечно я посмотрел в общей жестика не вичу то пропустил но я рассматривал но я не вдавался даже в цифры то есть падение с 400 ну почти с 500 миллиардов долларов до 87 и при том что я вам говорил как бы на битке и на многих других активах когда актив там падает на 70 процентов это не значит что он еще на 50 может упасть поэтому и биток и альты видите на 7 ступали и тут еще средних текущих еще почти на полтинник вот полтиннику потем вообще будет может сказать стратегия отработала такая чистейшие головая плечи левое плечо башка правоплечо но единственное конечно уровень не очень хорошо соблюден это конечно минус но в общем и в целом феерично чем мы тут можем сделать но фибу растянуть локально да по фиба ну как бы 50 миллиардов получить но еще такой финальный закол ну плюс тут и важные точки и все такое по битку фрактал в работе тут наверно добавить и убавить нечего в моменте закрывались вчера интересно то есть пин бар пин бар но тут не было закрытия ниже зато появился еще один пин бар на откат 50 процентов и уже его подтвердили более правильно по книжке прикольно прикольно ничего просто жду позиции основные набраны осталось по битку конкретно два шарта у меня 40 продаж меньше на 40 процентов от 24 900 и от 20000 80 там побольше что у меня по моему зафиксировано половина в общем ждем расставил тейки здесь больше плечей не нагружаю потому что опять же многие спрашивают вот тут где-то вопрос был ну давайте прямо сразу к вопросам и отвечу на вопрос а это погодите это пред предыдущие видео на вчерашние так ладно давайте по порядку быстренько так всем заранее кто пишет там просто комментарии типа спасибо благодарю и так далее вам благодарность за то что там продвижение видео участвовать и все такое если я вас не читают не значит что я не вижу вам большое спасибо но сейчас будем отвечать в первую очередь на вопрос интерес когда рынка звется пойдет все же вверх ты же будешь искать медвежий паттерн или будешь лонг заходить я наверное за баню у всех кто по вылазит со своими вопросами при этом же приклады какой-либо литератур короче по литературе сто раз говорил томас демарк этих анализ нового наука ну и из художественного воспоминаниям брежевого спекулянта так никакая книжка не поможет то есть если вы будете учиться боксу по книжке не знаю чего там на кого наколотите вот поэтому ничего добавить и не убавить от этого не могу подскажите пожалуйста если держать сделку на ключа допустим 100 процентов маржи в течение года фаник не съест маржу конечно съест конечно вот смотри ровно год назад примерно да а мы падаем уже почти года с ноября двадцать первого года правильно нет не понял он давай чуть непонятный график это usdt он недавно появился короче мы падаем 68 ну да получается сколько там уже падаем 300 369 ну короче год падает год падения средний годовой фандинг у нас был 0 1 ну вот на битме он реально 0 1 был иногда он в минус выходил иногда плюс но смотрим один я 10 процентов в принципе всего всего 11 процентов отдал бы кстати тут достаточно консервативный вот а если прям эфириум представишь ты взял бы у нас ставка на сейчас просто большая в моменте 0 33 да такая моя ох 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 вот это пиздец бирже красные ну все х на рынку короче ну какой-нибудь 1 да 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 например вот dot реально вот такая ставка на битме примерно она и есть все последнее время dot ну тоже 10 процентов снял бы я видел конечно куда больше вот эфириум xrp конечно всю позицию вас сожрал фандинг то все много и все много 20 процентов от патит тем более смотри ты же открываешь с маржой и не помню как там точно фанинг считается но ты например у тебя есть и не знаю 10000 долларов ты открываешь сделку 100000 долларов у тебя сожрет 10 процентов от этих 100 тысяч долларов то есть финансирование идет со всей суммы с не ошибаюсь скажите нет подтвердите тогда у тебя просто всю сделку съедает и все все тело ну вот это вот по этому поводу я тебе сказать не могу я такое не держал это надо у нас был в чате про но по моему сейчас уже ушел он что-то пробовал на фондирование там зарабатывать и так далее так спасибо да пожалуйста нажал нажал прожал благодарочка придумал вопрос как эффективно расставить лимитки поставить стопы на программе программе шортовым сколько процентов а депозита стоит на заколы сколько 100 господи в общем как лучше портфель распределить пока ожидания если вдруг рынок сбрыкнет то есть ли смысл по текущим ценам закупатель ты надеюсь не тупой вопрос конечно вопрос очень широкий лучше задавать какой-нибудь один вопрос узко специализировать тем чем такой широкий из разряда как торговать берешь считаешь риск менеджмент свой сколько ты позволяешь у меня разгон и депозит например там пять процентов стоп и там много сделок совершаешь короче пять долларов условно 100 долларов ты завел пять долларов это стоп 10 долларов это take на любую на любой alt и там биток ну короче не важно а вот такая стратегия для разгонного для общего депозита там немножко дуэ там более консервативные не знаю как тебе рассказать лимит очки конечно лучше расставить заранее потому что когда произойдет час икс как бы в самолет тебе дадут спокойно зайти а вот из самолета горящего уже он будет толкучка и не все выживут так скажем извините ой блин подавился так а если пойдет вверх надо пересматривать да все надо пересматривать стратегии так далее потому что мне сложно что-то говорить давать советы я понимаю что как бы многие смотрят да и чат в целом медвежий потому что многие опять же смотрят обзорчики и так далее я понимаю что сейчас вот какая ситуация изменится и 90 процентов чат уедет на ликвид потому что скорее всего не вместе со мной брали шарты шарты скорее всего позднее где-нибудь вот сейчас не полки а сейчас с полки брать шарты даже ожидая вот что-то такое ну такой себе вот честно говорю я бы наверное вот если у меня сейчас сделок не был я бы на нужен и рыбался ничего не делал потому что опять же смотрите в чем проблема когда вы например сделку берете в этом диапазоне допустим как я и жду у нас будет закол а каким он будет непонятно он будет в образ к резкой да наверняка в тонкие книги будет зайти очень тяжело в тонкий спрос где будут есть и закрывать скорее всего бежим могут там поплавиться по сервакам и тяжело будет зайти на binance ну к вообще на любую бежу в час икс потому что и рациональность торопа толпы очень тяжело как бы обуздать вот поэтому например я здесь вхожу допустим короткая сделка да со стопом вот чем-то вот таким да у меня сделка там например три к одному три к одному ну ладно давайте консервативно два к одному а допустим начался прям скам сквиз отсюда я принял решение там закрываться вручную стоп у меня стоит а закрываться вручную пошел скам сквиз меня на биржу не пускают все это время серваки плать там уже какая-то выброс в мае такое было прям один в один но там немножко другая только ситуация в итоге меня там обезубытчивает если этому что успел в безубыток поставить а скорее всего нет а у меня была сделка риск один году там два к одному нервным один стоп 2 прибыль премия и в итоге я взял сделку я поступил правильно но в такой час x меня стопит хотя я угадал и даже по теории мат ожидания нарушается весь короче легче со скамить со скамить свой депозит легче всего так поэтому честно говоря я не советую братье в этих диапазонах уже подтверждение дальнейшего снижения например вот я вижу поэтому держу вот с текущих но опасно реально многие этим не пренебрегают тому что нельзя быть всегда правом рано или поздно ошибаешься в любом случае и зачем терять прибыль предыдущий на простате вопрос индикатор с ликвидом плечей как-то настраивать надо просто почему-то значение могу другие чем у тебя может ли еще раз показать свои индикаторы мельком помню что-то показывал просто никак не могу я плен индикаторов уже не пользуясь всякими джуриками хрену реками я уже не пользуюсь давно вот так они иногда я сверяю сверяюсь по ним блин почему-то здесь он короче показывает только на всех биржах кроме бит этот бинанса короче он в основном взял для битмы этот индикатор вот и настраиваешь например вот давайте просто посчитаем вчерашний мой 16 400 16 400 мы ликвиднули пацанчиков 50 ников ну да вчера кстати по моему вчера что ли 1 миллион приходил или вот здесь вот ликвидов на 1 миллион плане важно окей давайте сверху 16 700 16 700 ну скорее все тоже полтинники тоже диапазон небольшой до полтинники сняли есть варианте конечно 16 400 все-таки мы тут надолго если это все во флэт уйдет 16 400 к двадцаткам ну уже хз такой себе снять двадцатки вот здесь где-то они за хаем потому здесь 25 здесь двадцатки но скорее всего легче уже ниже пойти тем более красивый пин бар нарисовали обычно такой в не флэте а как искать на тесте пин бар ничего хорошего то есть вон здесь был этот пин бар а потом какое-то некрасиво такое подтверждение это одно я бы не доверял ему опять же это мелкие очень люблю мелкие тайминги 4 часа в диаля торговать 4 часа веке это так вот чисто посмотреть какие ситуации вот обрисовать артем связи аналитику вопрос лечь и 200 дней на цикл работают мы все это видим но почему именно так кому это выгодно большим дядям да забудьте вы я я покажу вам большого дядю вот так выглядит большой дядя это сотрудница аламеда research короче это подружание сэма бэтмена или как там у джокера не знаю это кудрявый тип который через свою биржу оказывается коррумпировался короче они там устроили сбор денег для украины в итоге эти деньги куда-то там делись через демпартию выделяли выделяли в общем это бабло на это бабло финансировалась демпартии ни в какую украину не попадали эти деньги сейчас там похоже раз я вообще удивлен почему он еще не сидит там такой пиздец творился на беже вот выглядит как дядя она работала там старшим трейдером что лес как его называют полтора года как это называется то короче подзалубник трейдера я забыл как я должность называть помощник точно на ставке помощника трейдера работала в меда research как там тесно связано с фото иксом была во главе фонда на 10 сколько там 10 миллиардов долларов вот она управляла представляете вот кого там ликвиднули вот вот этот человек вас ликвидировал без опыта без них без ничего причем всякие там человечки а-ля прайма рассказывали как же молодец этот парень добился своего там в 20 лет ford то он просто тупо занимал бабло использовал ftx как отмывочную станцию и просто брал фонд брал деньги клиентов там уже все 10 раз доказали деньги клиенту все кто заводил биржу он этими деньгами управлял под кредитное плечо он думал что у него по кредитное плечо составлял 5 миллиардов оказалось там 13 миллиардов там думал у него 3 5 плечо оказалось там 20 и когда его надломили и он почему-то вообще не сидит просто чтобы вы понимали когда артур хайс просто из розетки вынимал биржу за ним там интерпол он скрывался там в азии сколько-то лет за ним бегали а это целенаправленно скамил людей на их же деньги то есть по сути он играл в покер с открытыми картами да еще мало того что он знал какие-то карты и как людей скамить он это все делал с кредитным плечом просто это лудоман фееричный я я посмотрел несколько видео просто как он там выглядит как он себя ведет это просто человек крайне неадекватный это реально пьяный под кокаином машинист какого-нибудь поезда которая несется просто со всей силы у меня просто реально бомбит из-за этого идиота очень много проектов на самом деле поляжет потому что понятное дело что bitcoin там будут инвестировать чему что эфириум а вот в маленькие альткоины будет тяжело общее восстановиться после такого уже многим предоставлял ликвидность там конечно binance что-то разрулит но я не думаю что они там слишком много у них ликвидностью binance а сейчас у всех бишь будут проблемы надеюсь бинка хоть она кстати не спасала реально свои проекты типа аля кейка и так далее она не но не представляла много ликвидности поэтому я думаю что они больше патронов запасли на эту тему так артемс так 200 дневные циклы короче все это что там кукол какой-то я уверен что большинство инвесторов дыги и политиков тоже они вот выглядят примерно так вот так выглядит кукловод серые там серый кардинал и так далее ошибки фатальные же ну и даже паулю взять да тоже на совершал фатальное количество ошибок позднее поднятие ставки и так далее ни к чему хорошему не приводит так спасибо за обзор посоветую как бы ты сделал хочу купить пару bitcoin какой бирже хранить или же все холодный кошелек на холодняк конечно лучше переспределить вот на биржах лучше не хранить ну не советую если прям реально холодить и ничего там не торговать не покупать покупаешь и опять же с каких я теницка не подскажу значениях это ты сам уже вот если где хранить но на бирже холодняк лучше конечно вообще не хранить я торгую я храню если они будут то что я ничем и не торгую не храню сколько время шло на разгон со 100 до 12 тысяч баксов ну конкретно тот случай это 21 день по моему я же у меня в закрепе есть ли вам канале со 100 долларов до 12 бакс 12 пляж это по разуму бывает вот сейчас опять же депозит моего фармится боюсь гладить сначала потерю вот так вот значит ну короче сейчас депозит тоже хорошо фармится но предыдущие я не знаю там два месяца что ли с лишним депозит просто стоял можно сказать боковике совсем потому что я мечтал поймать большое движение я его поймал но при этом нужно очень много времени затратить на ожидания когда я со 100 долларов до 12000 разгонял я там работал во флете во флете мне тогда было намного лучше в том флете который там был там очень хорошая волатильность была очень хорошо рынок читался опять сделал такой график тренингую как у тебя то есть цвет свечи и фон в настройках просто могу сказать точно 4 месяца до сих пор ничего не понимаю рынке как из но только кнопки научился нажимать а первый как все спасибо дурифча задавал вопрос по эфиру это прочитал как закол три шесть месяца у меня главный вопрос другом вторые плечи находится на каком уровне я к тому что говорил на эфириуме плечи смотреть не имеет смысла я тебе почему сказал про аналогичную ситуацию год назад и сколько там уже прошло то уже все потерялся вот год надо даже май 21 а вот здесь ликвидного до 1 и 2 фьючи вот как это можно было предположить да никак то есть 12 плеча если так вот чисто просто поиграться поиграть мы по моему 2 или 3 плечи уже закололи 1661 1661 вторые плечи точно заказывал закололи да они слушай только 3 забрали 3 плечи ну да он тут не считается ну примерно на 950 на 920 где-то значение вторых плечей но я бы уже новую фигура стяги то есть не фибу эту ну поняли 1330 вот так вот я уже растягивал третье плечи ну вот как раз где-то здесь и двушки находятся здесь и новые трешки да с учетом того что можем пролететь очень хорошо двушки нас находится здесь а если мы случится такая же ситуация как и тогда что до полутора плеча это можем где-то вообще я боюсь даже представлять если честно я не буду я не буду сейчас нагая пытаться отловить но потому что как говорится можно так поймать но потом весь флэт жалеть потому что после сильного закола частенько бывает флэт и в этом флоте брать гораздо выгоднее чем в во время закола либо распределить части закол взять часть во флэт вот поэтому как то так ты просто красавчик заработал на твоих сигналах 5 зефира у меня нет сигналов откуда мне сигнал заработал ты как бы не надо меня преувеличивать или преуменьшать заработал ты сам если ты их проиграешь скорее всего ты проиграешь тоже сам сигналов у меня нету я сейчас сделок не даю слишком большая база подписчиков стоп не очень понимаю стоп не очень понимаешь ждешь пролив вниз почему ты берешь шор с консервативным плечом почему не берешь шор с консервативным плечом и так в размеченной зоне у меня есть уже шорты вот у меня шорты были вплоть до по моему 7 плеча из того что сейчас цена пошла сильно ниже маржа у меня увеличилась и как это за тело короче тело депозита увеличилась поэтому меня сейчас перешло на третье плечо а я говорил это мальчик добирал еще чего-то у меня снова там 4 на 5 плечо не знаю на битме на бинансе у меня не помню короче там как-то считается все тяжело но вот на битме там просто за весь кросс показывается за все у меня и так уже шорты у меня и так там плечо выше консервативного то есть около там 4 5 зачем мне еще набирать шорты я не понимаю так король джентльменов купил салану по 15 мальчик пресс спасибо за взор то ссылки все мои то ссылка и новая бит это моя ревка все мои вот эти вот ссылки и реферальные ладно крипто это понятно что скажешь пару фонде да ничего там интересно я не знаю дальше чем торговать я тоже вот иногда захожу на ру фонду интересных идей реально нету можно было их брать во время там февраля там реально все выглядело так как скомонется не знаю в чё посмотрим там x вот то есть тут реально выглядело все дефолт но очень вот рисовал даже очень технично ну и русская фонда очень тяжелая в плане времени ну вообще вся фонда тяжелый план и время в отработке но я знаю что медвежий рынок он очень динамичный и в динамике можно поучаствовать поэтому на какой-то лонг я бы не рассчитываю давай идеи подкидывайте я рассмотрю то есть вас агро например после закрытия вот этого гэпа хотя вот уже видите оттолкнулись но я бы наверное где-нибудь здесь вот короче видите у нас здесь зажим чаще всего происходит вот что-то такое да и продолжение уже более ниже если дадут конечно вот я наверное из идеи по фасад на очень такое ждал бы а так да уже американский фонда лучше вонок криптовая какая-нибудь riot 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 pattern lps мы суть по всему получили то есть к низу не зашли а если рассмотреть зажим уху раз но опять же границы тяжело читаемые поэтому воздержался по торговой клинспарк вообще ускорение микростратегий ну цель тоже обозначил 128 и 88 на смотреть сейчас будет закол сейлора как он с этим справится понятно что у него там вся крипто в залог под облигации тело останется просто он маржу свою это урежет очень сильно тяжело сказать marathon digital ну тут зажимуха кстати вообще классная была в том плане что раз-два ну хотя нет третьего касания не было вот если бы по идее то отрабатывает конечно но тут третье касание конечно тяжело его прочитать тут я не вижу лично его но вот цели первая цель 7 2 там 6 это все будем мы наблюдать на финальном заколе не шортите пацаны вы матерям еще нужны много текст хорошо избавим от лишнего так скажем пустословия оградим человека ладно все всем спасибо за вопросики опять пропиздили 25 я пропиздил 25 минут от 6 до новых встреч да прибудет с вами прибыль вы матерям еще нужны не лангуйте пацаны ланте про